Александр Савченко, доктор экономических наук, общественный деятель и ректор Международного института бизнеса, сейчас на канале Freedom. Александр, здравствуйте, рады вас видеть. Позвольте с вами обсудить интересные очень данные от издания Forbes, давайте его озвучу и вы прокомментируете. Итак, седьмой месяц полномасштабного российского вторжения в Украину, 80% россиян признали, что война против Украины лишила их сбережений. Если говорить конкретно, опять-таки отталкиваемся от данных Forbes, 19% опрошенных сказали, что ничего не потеряли, 8% респондентов признали, что полностью лишились своей финансовой подушки безопасности, и каждый пятый, это 21%, заявил о потере почти всех сбережений, и 52% потеряли незначительную их часть. Треть опрошенных рассказали, что их расходы на повседневные нужды с февраля выросли на 20-30%, еще 30%, оценили увеличение трат всего лишь на 10%, ну и вот еще из важного, 82% россиян сообщили, не россиян, простите, а респондентов, сообщили об уменьшении трат более чем на 50%, и больше половины признались, что им удается, простите, пожалуйста, 39% сказали, что откладывать деньги с февраля стало значительно затруднительнее. Вот такие видим цифры, то есть если это все обобщить, то 80% россиян фактически не могут сейчас откладывать свои сбережения. Скажите, вот вы как экономист, насколько долго может еще страна находиться, возможно, без социального бунта, возможно, без каких-то вот других прямых проблем, если у людей нет сбережений? Если они просто живут до одной зарплаты, и так 80% государства. Смотрите, давайте все-таки критично будем относиться к этому исследованию информации Forbes. К сожалению, уважаемый журнал неглубоко понимает экономику, как России, Russia я ее называю и буду называть, и Украины. Поэтому, что на самом деле показывают эти цифры? Что 80% из выборки, людей, которые имеют счета, поняли, что что-то происходит не так. Их доходы немножко уменьшились, несколько банков, к сожалению, незначительных обанкротились, и там потери намного больше. Несколько банков, в том числе и больших, задерживали платежи. Все банки России отказывались возвращать депозиты валютные на сумму больше, чем 10 тысяч долларов. Вот это ключевая цифра, которая и привела к такой большой цифре. Понимаете? То есть мы не должны обольщаться и думать, что, ну, уже Армагеддон начался в западной банковской системе. Какие-то процессы пошли. Давайте я объективно скажу вот цифры, которые нельзя опровергнуть, которые уже доминируют и среди рашистских, и среди западных экспертов. За последние 12 месяцев потребление рашистов, или граждан Раши, будем так говорить, сократилось на 10%. То есть они на 10% покупают физически меньше продуктов и услуг. Это достаточно значительная цифра. В то же время их реальные доходы упали где-то на 4,5%. Это тоже большая цифра, но не критическая. То есть вот эти две объективные цифры. Но это не с начала войны, а за последние 12 месяцев. Хотя понятно, что основное падение началось 24 февраля. Александр, простите, пожалуйста, но тут просто какая история, да? Я не хочу остановить вашу мысль, но просто вот то, о чем мы отталкиваемся. Я так понимаю, что Форбс провели опросы. То есть они не изучали как раз это с помощью финансовых каких-то инструментов. И вот каждый пятый опрошенный, по сути, как раз от начала войны, с 24 февраля, не может сейчас совершать сберегательные какие-то вложения. То есть у него фактически нет сбережений с этого момента. Живет на деньги, которые были отложены до этого, плюс зарплата. То есть об этом речь идет. То есть каждый пятый, эта линия является маркером довольно тревожным. Потому что вы как-то сказали про банковскую систему и так далее. Я так понимаю, что просто для людей невозможно стало откладывать деньги. Для каждого пятого. Так, для каждого пятого, ну еще что я хочу сказать. В последние 10-12 лет вообще материальное положение рашистов ухудшалось. Только оно ухудшалось там на 1%, 1,5%, а сейчас уже на 4,5%. И прогноз, вот это очень важное. В экономике доминирует ожидание. А что будет? И вот ожидания населения раши, к счастью для нас, негативные. Они ожидают значительное ухудшение их материального положения. И вот это ключевая такая доминанта. А вторая, что есть основания для этого. Потому что по всем прогнозам, реальные доходы населения раши в этом году упадут на 8-9%. Сейчас они упали на 4,5%, до конца года это будет 8-9%. А теперь я хотел бы ответить на тот вопрос, а приведет ли такое ухудшение качества жизни к каким-то социальным протестам, в том числе и против войны. Потому что очевидно, наверное, даже для баранов, что есть прямая корреляция вот резкого падения качества жизни и войны, которую Путин развязал против Украины. Но здесь есть парадоксы. Я делал такие исторические исследования, когда начинают выходить люди на улицу по экономическим причинам. Если брать западное общество, то вот ухудшение или уменьшение доходов, скажем, реальных доходов или через рост цен, или через снижение зарплат, или через большую безработицу, это где-то 5-8% и в странах западной демократии, которыми мы принадлежим, люди начинают протесты. В расистском обществе это означает только, что люди начинают где-то на кухне говорить. Тихо-тихо, потому что страх перед репрессивной машиной Раши очень большой. Теперь дальше идем. Когда начинаются уже не мирные протесты, а протесты на грани таких широких столкновений, которые можно даже квалифицировать как предреволюционная ситуация. Так вот, в Европе, в западном обществе это падение доходов где-то на 10-15%. И речь идет уже о каких-то вооруженных конфликтах, которые можно трактовать как гражданскую войну. Это когда падение жизненного уровня где-то будет на 25-30%. Так вот, к сожалению, для расистского общества совсем другая ситуация. Вот по моим прикидкам, да, население Раши выйдет на улицу протестовать против снижения жизненного уровня, да, потери доходов, сгорания депозитов. Мы ждем, что это будет в расистских банках. Так вот, эта цифра должна составить, к сожалению, где-то 25%. Раньше они на улицу не выйдут. И это будут протесты такие, ну, робкие там какие-то. И вот только если упадет жизненный уровень на 40-50%, тогда можно говорить о революционной ситуации и готовности даже расистского общества снести этот режим. Сейчас, к сожалению, через мягкость санкций, очень медленное их разворачивание до этого момента еще далеко. Такие маленькие неудобства, маленькое обмещание расистов ведет только к усилению любви к своему лидеру. И это мы наблюдаем, что поддержка войны возрастает. Незначительно, но возрастает. Там было 82-83, сейчас где-то 84-85%. Вот, поэтому это урок. Единственное добавление, прошу прощения, да, если мы отталкиваемся от данных в ЦИОМа, вот у нас вчера Геннадий Гудков рассказывал, что, в принципе, это является, его цитируя, помойкой, да, Кремля. Это Левада, это Левада, Левада тоже упоминали, да, поэтому мы, конечно, можем только на это ссылаться, потому что других данных нет, но надо понимать, что это пропагандистские данные. Такая трагедия хороших расистов, таких людей, как Гудков, Каспаров, ну, очень хорошие люди. Но они, к сожалению, продолжают играть вот такую роль защитников общества Раши, да, россиян. То есть они не виноваты, виноват Путин. Это колоссальная грубейшая ошибка и их трагедия. Путин не виноват. Путин это продукт этой цивилизации московско-православной. Если не Путин, то будет Ленин. Если не Ленин, будет Сталин. Если не Сталин, будет Иван Грозный. Ну, правильно называть Иван ужасный, так, terrible по-английски все его называют, ужасный. Вот, и поэтому объективно они должны защищать вот население Раши, да. Они хорошие, царь плохой, да. И это трагедия... У нас будет с Гранией Владимировичем общение через несколько минут, да, не совсем корректно будет его обсуждать без его участия, тем не менее. Не относительно него, я говорю, это трагедия либералов, Рашик. Они вынуждены об этом говорить, но каждый представитель народа любит свою страну. Давайте про нефть лучше поговорим, если очень важная об этом новость. Да, про нефть, вот вы сказали про мягкость санкций. Я напомню, что в пятом пакете предусмотрен запрет на покупку в Европе, да, российской нефти с 5 декабря. Правильно, по-моему, да, я сказал? Да, правильно. И вот сейчас появляется новость о том, что G7 планирует ограничить цены на российскую нефть. То есть, с одной стороны, ее запретили покупать с 5 декабря, а вот сейчас новость о том, что будут ограничивать и таки разрешать покупать. Объясните, что это значит? Объясняю, да. Я даже в вашем эфире, кажется, предлагал ограничить цены на нефть. По моему мнению, Запад совершил колоссальную ошибку, декларировал о запрете покупки нефти 5 декабря. Это вызвало искусственный спрос на нефть, чтобы сделать запасы в Европе. А когда спрос повышается, цены растут. Цены взлетели, и Путин купается в долларах. Валютные доходы от продажи нефти и газа в этом году будут рекордные за всю историю существования Раши. Второй пик был в 2014 году, когда Путин начал войну. Сразу амбиции сдуются, и воинственность упадет, когда цены на нефть начнут падать. И доходы. Александр, то есть речь идет о том, что ограничить цену на нефть до 5 декабря? Да, до 5 декабря. Вот мое предложение, я писал и на все семерки, конкретные механизмы, как это делать. 40-60, каждая страна выбирает себе в этом коридоре цену, а Запад контролирует. Но Запад идет на эту меру через страхование транспортировки нефти. Мое предложение, через банковскую систему, оставить один корс счет в российском банке каком-то, и американцы должны контролировать. Если расчеты идут не по этой цене, просто вводить санкции против покупателя. Но я не думаю, что найдутся дураки, которые захотят покупать нефть дороже, чем задекларированная планка. Сейчас, допустим, Индия и Китай покупают по 70 долларов, а не из Раши. Если Запад скажет, что 40-60, поверьте, Пекин с удовольствием выберет даже не 60, а выберет 40. И индусы пойдут тоже за ним. И надо было это делать с самого начала конфликта, извиняюсь, войны. И затянули, затянули. Если такой механизм начнет работать, можно тогда отменять эту санкцию на продажу нефти в Европе. Если он заработает, по 40 пусть покупают европейцы, потому что себестоимость средняя нефти из Раши колеблется от 5 до 25 долларов. То есть цена уже будет очень близка к себестоимости. Еще что надо сделать. Вот то, что, к сожалению, министры финансов Большой Семерки пропустили в моих рекомендациях. Я предполагал, что часть этого дисконта, ну вот сейчас нефть, допустим, 100, а будет 60. 40 дисконт. Половину этого дисконта надо направлять на помощь Украине. А потом, как механизм репарации. Это очень четкий, надежный механизм, что Раша выплатит нам все репарации после войны. Ничего она тут уже сделать не может. А скажите, Александр, почему вы думаете, что... Наконец-то начались разговоры, я сейчас закончу мысль очень быстро. И по ограничению цен на газ. Давно надо было это сделать, как я рекомендовал. Более того, я бы и на уголь это сделал, и на золото, и даже на зерно Раши. Интересно, просто про газ добавлю. Вот, да, Россия полностью остановила поставки газа по Северному потоку, ссылаясь якобы на неисправность техническую. Так что, возможно, вот как раз эта речь о газе, в том числе, вот, она продолжается в виде такой войны. То есть, это речь вообще не о Северном потоке-2 идет, а о Северный поток-1, который работает уже много-много лет. И абсолютно до начала войны полномасштабно и работал успешно. Вот сейчас по нему газ вообще не поставляется уже несколько суток. Да, и наконец-то европейцы это поняли, американцы давно поняли. На Санкт-Петербургском форуме Путин прямо заявил, что система экономическая, мировая, которая базировалась на денежной системе Соединенных Штатов, закончена. Балл будут править уже не доллар и евро, а ресурсы. Нефть, газ, уголь, золото. И мы, Раша, имеем больше всего этих ресурсов. И теперь мы будем менять мир, будем менять мировую систему. Это прямой вызов западной цивилизации. Ну вот, наконец-то начало это доходить. Немцы, вы уже знаете, пошли на беспрецедентные меры по минимизации потребления газа. Более того, они уже готовы и атомные станции открывать. Еще какую огромную ошибку сделал Путин таким поведением. Вы вспомните, что немцы неожиданно для всех в прошлом веке превратились в пацифистов. Гуманист, пацифист против войны, против гонки вооружений. Теперь ситуация коренным образом изменилась. Уже немцы не чувствуют себя ответственными за войны. Нет, немцы тоже уже жертва. А ответственный Путин. И немецкая военная машина начнет работать. Вы увидите, но мы все увидим, что в следующем году этот потенциал начнет очень резко возрастать. И уже через 2-3 года это будет самая мощная военная система в Европе. И я посмотрю на Путина, как он уже будет вытирать ноги у немецких лидеров и как насмехаться. Ситуация коренным образом изменится. И это его ошибка. Он разбудил дух милитаризма. Для нас это позитивно. В Германии. И это преступление сделал Путин персонально, своей политикой. Спасибо вам. Спасибо, Александр. Могу добавить, что Аналина Берба, глава МИД Германии, сказала недавно беспрецедентную вещь. О том, что будут поддержаны санкции до последнего против России. Даже если немецкое общество в каком-то количестве протестующих выйдет на улицы из-за повышения цен. Потому что вот Германия выбрала однозначную позицию, санкционную, так точно, по поводу России. Вам огромное спасибо. Александр Савченко, доктор экономических наук, общественный деятель и ректор Международного института бизнеса. Был на канале Freedom со своими рецептами для семерки в том числе.